Всем привет, я дядя Дима и сегодняшнее видео будет посвящено видео обзору китайского ленточного станка под названием Redwerk RD-BS152. Это ленточная пила, ну как сказано у них в каталоге, предназначенная для небольшого производства какого-то. Ну собственно у меня небольшое производство, небольшая мастерская, для этой мастерской этот станочек и приобретался. Приходит он в коробке, разобранной на три части. Это основная часть с пилой, плита рабочая и ножки отдельно. То есть он в комплекте полностью уже собранный станок, это не настольный станок, это полноценная ленточная пила, напольная, которая ставится на пол и можно на ней спокойно работать. Почему приобретался именно этот станок? Я долго искал станки ленточные, выбирал, смотрел. Аналоги есть только маленькие станочки настольные именно, которые устанавливаются отдельно на стол без своей станины и по характеристикам они хуже, чем этот станок. Хотя якобы они российские, но собирают их тоже так же в Китае, поэтому ну разницы на самом деле нет, что вам привезут российские, что китайские, что американские собирали их одни и те же руки. Просто под разными брендами, под разными марками и назвали по-своему. Вот, что хотелось сказать в первую очередь об этом станке. Забегая вперед, скажу, хочу сказать, что он меня радует, радует, потому что для него были поставлены задачи, которые он с легкостью выполняет. Поймите, каждый станок, каждый станок, который приобретается для него, он приобретается с определенными целями, то есть он должен выполнять определенные какие-то задачи. Данный станок приобретался мной для того, чтобы выпиливать криволинейные поверхности, делать прямые углы какие-то на заготовках, обрезать там под углами. В этом он меня удовлетворил полностью. Может быть, для каких-то точных работ он не подходит, но для вот тех работ, которые я делаю, он подходит идеально. Не суть. Рассказываю дальше. По станку. Смотрите, значит. Станок. Основные характеристики станка. Станок этот имеет двигатель, работающий от 220 вольт, мощностью 375 ватт. Ленточная пила сама длиной метр семьсот десять. Обороты регулируются от 400 до 800. Скорость регулируется оборотов. Максимальная ширина распила здесь 150 миллиметров. То есть аналогов таких я, честно, даже не нашел, чтобы за такую цену. Покупался он в июне семнадцатого года за 16 тысяч рублей. И чтобы за такую цену и найти станок с такой шириной распила, их просто, ну, я не нашел. Не знаю. Может быть, если вы знаете, то, ну, молодцы. Я не нашел. Поэтому купил этот. Поэтому рассказываю про него. Почему еще рассказываю? Потому что я, когда его приобретал, я пытался найти хоть какие-то на него отзывы, хоть какие-то рассказы, видел, хотел посмотреть. Нет, ничего абсолютно. И вот я решил вам рассказать про него немножко, что в нем, собственно, есть. Итак, подетально. Сам станок. Вот он выглядит вот так. Вот эта ленточная пила приходит. Вот эта вот основная часть, которая идет в коробке. Это идут отдельно ножки, которые крепятся на болты. Все очень легко просто собираются. Вниз ставятся вот такие резиновые подставочки. И станок, честно сказать, очень крепко, очень надежно держится на полу. Просто его не шатает, не болтает, не мотает, ничего. Третья часть. Это отдельно идет вот рабочий стол. Стол порадовал. Толстая сталь. Хорошая, тяжелая, качественная такая, полированная. Все как положено. То есть все как должно быть на станке. Устанавливается она вот здесь. И четыре болта. Вот эти вот. Мне повезло. Мне повезло, потому что мне не пришлось ничего регулировать. Здесь сама лента уже была под 90 градусов к столу, когда я ее просто собрал, мне даже не пришлось наклону, ничего не регулировать. Если кому-то не повезет, то регулируется это все просто. На самом деле, вот сюда вот под болты шайбочки подкладываться туда надо. Есть у нас тут также регулировка угла наклона стола до 45 градусов. Установлен вот такой двигатель. 350 ватт. Здесь, с этой стороны, есть возможность подключить пылесос, либо стружку отсос 80-110, 80-100 миллиметров диаметра. Хорошая, удобная штука на самом деле. Все очень просто открывается. В нижней части здесь у нас стоит колесо. Вот там у нас установлен ремешок. Можно регулировать скорость от 400 до 800 оборотов. Сейчас настроиться. Да, настроюсь. О, вот он. От 400 до 800 оборотов регулируется. Когда пришел, было в сборе уже установлено 400 оборотов. Но мне не понравилось. Слишком медленно перил, я перенастроил на 800. Здесь у нас также установлен предохранитель стоит, что при открытой крышке вы просто-напросто не сможете станок включить. Сама станина. Со станины шел в комплекте ограничитель вот такой вот с линейкой. И вот такой вот транспортир. Держится он довольно крепко, практически не болтается. Довольно ровно, на самом деле. Сюда есть возможность присоединения вот этой вот планки. Она отдельно снимается. То есть она тоже регулируемая. Можно под низкий, ну, тонкий рез, грубо говоря, ее поставить. Можно под широкий рез делать. Все очень легко и просто. Просто передвигается. Тут два барашка зажимается. Все гениальное просто, на самом деле. Сама линейка. Линейка тоже идет отдельно. Крепится она вот сюда четырьмя вот такими вот винтами, барашками. Ну и, собственно, ими тоже и настраиваются. Вот этот ноль выставляется именно вот этими барашками. Делать это тоже очень просто. Это что касаемо вот станины. Регулировка самой высоты есть, соответственно, вылета. У меня уже там стружками подзабило, поэтому начал визжать. Ну, это все можно смазать и перевезет. То есть регулируется высота. Этим барашком регулируется натяжение ленты. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, и, собственно, выключатель, включатель. Вот оно работает все как положено. В верхней части у нас также стоит второе колесо. Все как положено. Вот у нас этот натяжитель пружинный стоит, который натягивает нашу ленту через этот барашек. Точно так же стоит предохранитель. При открытой крышке вы просто не сможете включить станок. Вот я его нажимаю, не работает. Крышку закрыли. Включили, работает. Очень удобно, на самом деле, чтобы вы себе случайно ничего не отрезали. Сделали такой предохранитель. Молодцы. Здесь стоит барашек для регулировки наклона колеса внутри. То есть регулируется лента ваша, как она будет идти по вашему колесу. То есть, вот, выравнивается, соответственно, лента, прям, помощью этого барашка. Очень все легко, просто настраивается, на самом деле. Вообще, мне что порадовало, то, что в настройке очень-очень-очень легкий, очень простой станок оказался. Ничего сложного нет. И вот так вот это все в сборе выглядит. Работает он. Я уже включал. Не так уж и громко. Я не скажу, что громко. Вот его даже не трясет, не вибрирует. Ну, и сейчас мы с вами что-нибудь на нем распилим. Пилить мы будем вот такой вот брусочек. Сейчас мы сперва отпилим его вдоль. То есть, поперед. Получается вот такое вот качество. Сейчас настроится, увидите. Вот такое качество распила получилось. То есть, ну, довольно-таки хорошее, честно могу сказать. Пилит хорошо. Ну, и теперь мы его распилим вдоль. Вдоль нам нужно будет, чтобы распилить шкланочку. Единственное, то, что мне не нравится, конечно, чтобы ровно пилить, чтобы ровно пилить, расстояние между нижней частью направляющей нашей и заготовкой должно быть не более 3 мм. А 3 мм, это, конечно, это мало совсем. То есть, ну, и смотрим, как он будет пилить вдоль. Ну, вот, собственно, вот так вот он распилил. Вот такое получается качество. То есть, качество, в принципе, неплохое распила. Я, по крайней мере, смотрел по другим ленточным станкам, как они пилят. Качество примерно такое же. Вот такой вот получился видеообзорчик ленточного станка моего, приобретенного мной за небольшие сравнительно деньги. Но при этом, скажу честно, ну, остался доволен. Не подумайте ни в коем случае, это не реклама. Это просто мое личное мнение о данном станке. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В ближайшее время, кстати, сниму видеообзор сверлильного станка. Тоже приобрел той же самой компанией, китайский Redwerk. Всем пока!